меня зовут света и я на сегодняшний день я не хотела жить без еды и без воды у меня не было никогда таких планов я очень любила кушать я очень любила компании я очень любила тусовки для меня это всегда было чем-то таким что мой образ жизни так получилось что у меня с детства была астма причем она была такая в такой достаточно тяжелой форме и я была на гормональной терапии большое количество времени и когда я родила уже второго ребенка уже мне было за 32 33 лет и мне уже надо стрелять до такой степени что я не могла мне не помогали гормоны то есть я естественно уже перешла на тот уровень когда сама себе ставила гормоны сама себе ставила капельницы сама себе было врачом то есть чтобы потому что я не у меня не было возможности ждать пока приедет скорая помощь и в один прекрасный день я поставила себе гормональную терапию и чувствую что лучше мне не становится вызвала скорую скорая уже знала меня скоро сказала как бы ну мы не можем к тебе приехать потому что мы нам неудобно фиксировать смерть для нас это будет как бы такая нехорошая галочка в нашей репутации этой больнице поэтому глядовая те часа через два перезвоним как она что будет и я в этот момент поняла что надо что-то менять потому что меня мне стало очень страшно я понимала что если сейчас уснул то я уже не проснусь у меня сердце работало так что уже но это было без вариантов это я уже четко чувствовала и меня тогда страх был наверное не столько за себя сколько вот такой вот он был эгоистичный мне стало как-то не не по себе ну как это мои детей будут кто-то воспитывать если я умру нет это стало очень страшно и я вот в этот момент как раз это было восемь лет назад нашла максимально много информации по сыроедению и естественно утром я уже была стопроцентным сыроедом я полгода я без без единого срыва сыроедила но сыроедила это такой степень что потом мне уже родственники и знакомые начали говорить что вроде как ну ты что ты умрешь все я была очень худой прям прям такой худой что некрасиво как бы своим ростом и это было я была 38 39 килограмм опускался может быть еще но я даже не боялась взвешиваться потому что мне как бы уже было не по себе и я потом я чувствовала себя хорошо у меня астма немножечко отошла но она не полностью отошла и я обратно вернулась к обычному образу жизни мы ненадолго моему организму хватило наверное год чтобы опять прийти в ту же форму в которой я была до этого и случилась опять такая же ситуация то же самое мне врачи отказались я понимаю что третьего раза мне уже шанса жизни да и я уже знала на тот момент о сухих голоданиях но я знала что можно делать сухие голодания три дня и я тогда вышла первый раз после когда мне случилась такая ситуация первый раз вышла на свои девять дней у меня не было слабости но у меня не было слабости наверное и видимо у меня как раз на фоне того как мне было вот эти слабости и не ощущалось вообще я себя чувствовал замечательно я на четвертый день я встала на лыжи это была зима и встала на лыжи причем ну конечно я проехала кружка 2 но тем не менее для меня это был такой огромный прорыв я первые 9 дней в моей жизни были это после моего сильнейшего приступа после этого я начала разбираться что такое сухого голодания и начала практиковать у меня от того периода до сегодняшнего дня прошло достаточно много времени когда постоянно в практиках когда я поняла что мне уже не помо что уже еда какая бы она ни была сырая облегченное питание либо какой-то на соковых сокового периода в моей жизни как-то не было никогда и после этого наверное у меня были то каскады то сухие дни то сыроедение то веганство то есть у меня примерно где-то несколько лет вот так вот колебалась пока я не поняла что у меня видимо гормональной гормональной терапии настолько уже атрофирована мышцы диафрагма что чтобы я не съела у меня уже они не работали то есть я в любом случае уже запихалась я поняла что нужно отказываться от еды полностью вот и у меня были выходы на но автономный режим два месяца потом меня психика выбрасывала потом у меня было три с половиной месяца психика выбрасывала 4 месяца потом два месяца и вот через два месяца наверно уже где-то через месяца месяца три я уже практически ничего не ела но у меня на тот момент вес тоже очень сильно упал но наверное к месяцу второму не едем и второму третьему он начал врануться я начала набирать обратный вес свой какой мой привычный и вот сейчас вот так вот вот если кратко то вот так вот я к этому пришла если есть вопросы то задавайте как понимаете что надо выйти из голодания ну на первых этапах наверное это очень сложно сделать потому что мы не чувствуем свое тело и когда тебе хочется выйти вот как раз из из голода и сухого ты начинаешь себя полностью как бы сканировать хочешь ты кушать или нет если ты не хочешь кушать ты себе всегда задаешь вопрос кто хочет есть и начинаешь искать в себе кто хочет есть и если твоя психика не подготовлена на тебя все равно выбросит но это не шаг назад это не откат это твой шаг вперед обязательно потому что каждый выход из сухих дней это каждое твое осознание каждый каждый новый шаг вперед или ни в коем случае нельзя себя ругать и говорить что я такой нехороший вот я хотел там 7 дней там 8 9 неважно быть на сухих днях а у меня раз так получилось что я там меньше стал нужно поблагодарить свое тело что она тебе подсказала что нужно выйти поработать с ним идти дальше потому что иначе это твой мозг все время тебя будут уводить говорит давай больше не будем заходить на сухие смотри как ты себя ругал пошли обратно и да это так хорошо и будет постоянно почему люди не могут зайти повторно то есть были на каких-то длительных сроках там бывают по 40 дней да там месяц кто-то был 70 дней вот я знаю ребят были а потом не могут повторно зайти даже на 1 сутки это потому что непроработанная психика и шли они в основном на силе воли когда ты идешь на силе воли потом тебе очень сложно будет идти обратно такой вопрос если уже получилось что шоу насилие воли и после этого очень там сильный откат и теперь психика не хочет максимум один день дальше говорит но это нужно прорабатывать это нужно разбираться это как бы за несколько часов это не расскажешь нам красу по марафонах я ребятам рассказал первых это мы поднимаем тему что такое еда откуда она пришла в нашу жизнь что такое вкус и вкус это всегда это всегда эмоция мы не едим никогда никакой продукт мы едим свою эмоцию которую мы хотим поймать и чтобы поймать эту эмоцию это нужно настолько в себе проработать это потому что мне мужчина сказал бы свет говорит но я уже вообще ничего не ем меня только один огурец вот этот костыль и я его никак не могу убрать так это самая огромная привязка как это привязка он безвкусный он вроде бы что там огурец вот убрать его не могу ну смотри во первых что такое огурец это в сознании что это правильное питание это безвкусов это легкий для тебя продукт который и ты думаешь что ты к нему не привязан и после того как вот эти вот бонусы огурца у тебя заложились на твоем подсознании ты уже когда ты ешь этот огурец ты вызываешь себе от этого чувства чувство молодец я молодец я ем только огурец то есть если помнил манго то он бы себя начал раскручивать почему манго почему сладкий вкус почему это и пошел 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 и пришел бы к тому именно начал с чего это началось вот это вот почему он хочет услышать внимание он хочет какую-то эмоцию связано с этим продуктом и точно также огурец и он хочет эту эмоцию которая связана с тем что он молодец ему не надо кому-то доказывать что он молодец уже себе этим огурцом доказал что я крутой что я ем только огурец поэтому от него отказаться сложнее всего этого если есть какие-то зажоры если они идут всегда психологически нас тело не хочет ничего берете тетрадку начинаете записывать каждый вкус начинаете прописывать откуда может быть вкус может быть какое-то блюдо неважно и вы начинаете прописывать откуда это пошло с какой эмоции это связано может быть что-то там не знаю пельмени всей семьей готовили и вот это вот было какое-то единение семейное которые вспоминают где была теплота там какой-то борщ например это то что когда приезжали к бабушке и вот она там все время борщом кормила что какая-то такая безусловная теплота была от бабушки что такое нужно обязательно разбирать каждый вкус какой эмоции она приводит допустим просто желание чтобы что-то складывать в рот нет особой привязки то есть ищешь что полегче чтобы плохо не было но вот постоянно что-то начинаешь как только начинаешь есть сразу вот у меня такой билет прямо вот хочется вот чтобы что-то было все время в рту ты вот так вот по чуть-чуть по чуть-чуть по чуть-чуть ну вот целый день но это тебе все равно нужно себя раскрутить ну что это не то ты же не будешь есть например гвоздику попробуй гвоздику целый день поесть у тебя через уже через пять штучек соцветия тебя уже все будет онемеет и тебе нужно будет чем-нибудь захочешь и все равно чем-нибудь заесть это не про то что просто что-то закинуть ты же не хочешь пожевать какие-нибудь пластиковые пластиковые трубочки которые можно будет потом выкинуть ты же хочешь именно еды что-то может быть связано не столько со вкусом сколько эмоция когда ты ешь когда ты ешь куда тебя выводят эти это эмоции когда ты ешь то не знаю видели вы эфир или нет очень тоже может быть кому-то срезонирует потому что у нас очень много граней почему мы едим и одна из граней это то нужно учитывать что нас еда никогда не придавала и у нас это сидит всегда на подсознании то есть чтобы с нами не случалось хорошие хорошие какие-то времена плохие кто-то нас обижал ком мы кого-то обижали неважно у нас всегда рядом с нами была еда и когда мы начинаем что-либо делать то есть мы возвращаемся к ней возвращаемся кто эмоции которая верна нам а нам очень важно быть для кого-то значимым но мы не мог так как мы не можем быть значимым даже для самого себя мы выбираем то что проще всего и чаще это как бывает сидишь перед телевизором там либо перед ноутбуком сейчас кто как да там кто-то под теплым одеялком и себе поставили вот это вот там пусть даже легкую еду но уже поставили все и ты в каком-то уюте в своем в своем панцире приветствую мы с вами поздоровались здравствуйте у меня такой вопрос даже два первый это как менялось ваше состояние по мере изменения рациона потому что вот мой опыт мне рассказал что по мере перехода допустим сырое питание ресурсность падала то есть поймал разницу в ощущениях что там за год допустим сыроедение сил стало меньше то есть особых дискомфортов от смены рациона не испытал но ресурсность пометит такой был момент а второе хорошо эмоции является потребность в эмоции является причиной потребности во вкус то есть ну откуда мы возьмем эмоции если не принимать ее искусство то есть какие экстративы прилагаются ну тогда на первом по поводу ресурсности то есть я же еще раз говорю я вышла в это состояние по болезни у меня была болезнь такая что я когда ходила я задыхалась поэтому когда я смогла бегать и заниматься спортом для меня это была другая другая да от противного да вот а то что касаемо эмоций но эмоции можно получить ну а то нужно вам садиться и выписывать от чего вы получаете эмоции допустим причина ясна есть определенные зацепы то есть удовольствие да вот нуждаемся я в удовольствии в каком виде удовольствие вообще нет такого удовольствие это его нужно раскрывать это удовольствие это заголовок чего-то и вот там такой джи джи список что входит в удовольствие критерии этого удовольствия вот смотрите мы с вами рассуждаем сейчас словами если мы будем рассуждать словами слова это из головы они абсолютно нулевые они ни к чему нас не приведут то есть если я вам скажу яблоко вы представите себе яблоко и я представлю яблоко но я например представлю зеленое а вы красное и это будет два яблока но они будут абсолютно разный и вот когда мы научимся разговаривать на чувствование потому что только чувства у нас едины и так живая подождите про сексуальную энергию я сейчас сразу же раскрою чтобы уже не было заблуждений что сексуальная энергия это вау это там пойдем все такие сексуальные клевые что такое сексуальная сексуальность это наши детородные органы когда человек постоянно хочет заниматься сексом это говорит о том что он абсолютно не удовлетворен своей жизни он постоянно выход он хочет на подсознание постоянного обнуления вновь рождения то есть у него идет неосознанный процесс после сексуального слияния он считает он он хочет он думает он надеется на то что у него будет после вот это эмоциональное перерождение да ни в коем случае через индивидуальный опыт то есть как бы другой человек взаимодействует с миром то есть он реализован в мире а если реализации нету то есть контакта нет он че сексуальный мы все реализованы в мире мы осознаем мы это или нет это уже другой вопрос почему то есть потребность в сексе это не удовольствие это это иной критерий ты не можешь получать от физического слияния удовольствие это другие эмоции это именно я еще раз говорю это на подсознание где что после секса тебе кажется что у тебя будет ментальное перерождение ты не удовлетворен полностью собой ты не принял себя потому что человек если вы узнаю посмотрите послушайте может быть кто то есть вашем кругу люди которые длительное время идут на облегченным питанием и так склада то есть я не говорю сейчас вообще про неедах потому что прям совсем совсем таких вот неедов я знаю с ними часть только с тремя не ед я считаю тот который не ел не менее двух лет остальное это только в процессе в самом начале пути и именно вот это вот сексуальная энергия про которого говорить именно сексуальная потребность в другом человеке она не сопровождается ни в коем случае физическими поддергивания физически физическое слияние и иное слияние это абсолютно разные вещи я не знаю что такое тантра я не знаю что такое чакры я вот в этом вообще далека от этого поэтому вот я только могу простым языком что такое в классике обычно взаимодействует есть обмен ощущениями на уровне ощущений без прямого физического контакта это тоже потребность наполнится эмоциями ощущениями удовольствием если бы это не приносил удовольствие вряд ли бы кто-то этим занимался соответственно если человек не может не так не так наполниться эмоционально и он еще и еды и себя лишает как источник удовольствия многие заедают при воде ночи собой пусть он сладкий вот как именно удовольствие как таковое контакт с миром с любимым человеком неважно откуда берется наполнение с внутренняя среда источник ты сам источник только ты источник конечно пока ты не станешь цельным тебе всегда будет чего-то не хватает ты никогда не найдешь никакую эмоцию ни в чем другом потому что эмоции можно найти только в себе если ты сам для себя не станешь цельным ты никогда ничего не найдешь ты можешь и ты можешь кушать и тебе не будут приносить это удовольствие то есть вы же когда в общем у нас это удовольствие временное она буквально там вот пока мы кушаем вот оно причем самое даже большой не пока мы кушаем пока мы в предвкушении этого покушать вот тогда у нас идет эмоции а А когда мы кушаем, она у нас уже затухает. А когда мы покушали, вроде бы, как бы, ну, пойдем заниматься другими делами. Потому что если бы нам еда давала эмоции, мы бы ели всегда, не останавливаясь, мы бы не слезли с этой эмоции. Еда нам не дает эмоций. Нам дает эмоции только предвкушение перед едой. Все. И если вы научитесь вот это предвкушение конвертировать в вашу пользу, то вам не нужно будет есть, потому что еда не дает удовольствия. Все, что нам дает удовольствие, мы не прекращаем это делать. Скажите, пожалуйста, что дает удовольствие? Это вы сейчас чем-то питаете в себе? У меня немножечко сейчас другое состояние. У меня нет такого сейчас, что мне нужно обязательно какое-то удовольствие. У меня сейчас абсолютно ровное состояние. И я понимаю, что мой источник – это я. И мне приносят сейчас на сегодняшний день самые обычные банальные вещи. То есть пообщаться с детьми, куда-то с ними съездить, сходить, погулять, поговорить. И вот эти вот вещи, которые чувствуются по-иному, они дают вот это вот ощущение. Но давайте, наверное, так вам расскажу, чтобы было более понятно. Когда вы облегчаете свое тело, когда оно не нацелено на то, чтобы что-то переваривать, что-то выводить из вас, какие-то получать ложные эмоции от чего бы то ни было, то тогда вы становитесь этим источником, и тогда вы переходите на режим с монорежима, на стереорежим. Вы можете слышать не ушами, а вибрации. Вы можете принимать вибрации телом. Это иное ощущение. Когда мы с вами говорим, мы слышим мохом, можем услышать только там, ну, несколько нот, да? Когда мы можем чувствовать энергию через тело, вот эту вибрацию через тело, мы чувствуем иные нотки. Они, все звучит по-другому. И вот так вот для примера я могу сказать, что еще, что когда мы облегчаем свое питание, либо убираем его, то мы как бы прорабатываем свой аватар. Вы сейчас про себя любите? Конечно. Я всегда. Про ваши ощущения, что вы сейчас считываете. Да. Вы говорите мох, про себя. Ну, я еще имею в виду своих детей, потому что они мне часто в этом состоянии. Вот. И людей, которые у меня присутствуют на марафонах, у них тоже этот опыт есть. Поэтому я могу полно заявлять, что мы, это не только я так одна чувствую. Ну, хорошо, я буду одна поговорить про себя. Когда мы убираем сон, то я начинаю ощущать все, что происходит вне аватара. То есть плотность воздуха, плотность временного пространства, она становится иной. И если вот этот мир, он никуда не девается. Я не перехожу в другое измерение. Но я этот мир начинаю видеть по-иному. И чтобы было, наверное, понятно, вот расскажу такую одну ситуацию. Мы с детьми. У меня был какой-то день, неважно, какой-то день был деприватся, естественно, без еды. И дети со мной. Дети, кстати, очень быстро переключаются. Когда они не деприватся, они очень хорошо видят эти краски. У них идет резкое переключение. Потому что они еще не затуманены социальными ярлыками. И когда мы с ними пошли по дороге, была ночь, светила только луна. И они говорят, мам, ты это видишь? Я понимаю, что они это видят. Я как бы чувствую, что они это видят. И мы идем с ними по этой аллее. Здесь вот деревья стоят. Мы идем как в аватаре. Все, наверное, видели этот фильм аватар. И никакого волшебства не было. Просто на листочках была влажность. И от луны эта влажность отражалась. И все листья, все деревья светились. И мы идем как в аватаре. На еде я бы этого никогда не заметила. Просто была бы темнота и луна. В ином состоянии ты вот эти краски, ты их видишь и ощущаешь по-иному. И когда вот эти состояния к тебе приходят, то тогда понятно, чем ты наполняешься. Понятно, что ты источник есть. Потому что ты уже хочешь исследовать, понимать, видеть что-то другое. И чем дальше я иду, тем больше я понимаю, что я вообще ничего не знаю. Что это настолько вот ноль, что столько еще есть впереди. Поэтому, конечно, не хочется выходить из этого состояния. Как оно будет, я не могу сказать. То есть у меня нет каких-то рамок, каких-то границ. Но оно не постоянно, оно всегда постоянно. И это все меняется. То есть у вас есть какие-то внутренние волны, у вас, вот так скажем, по шкале состояния вот это вот. И отказы какие-то... Нет, конечно, есть. Я не всегда в этом состоянии. То есть я еще настолько мало вообще в этом состоянии. Конечно, у меня есть. Но у меня уже нет этих эмоциональных... Я так скажу, что я, наверное, 70% своего времени, я нахожусь в ровном состоянии. То есть у меня нет такого эмоциональных качелей. Но у меня бывает, что я раздражаюсь, но я это состояние быстро отлавливаю. Раздражать меня не могут как-то раздражать иные факторы. Меня могут только выводить мои дети, потому что только они для меня значимы. Все остальное у меня проходит абсолютно ровно. И в иных состояниях я пока бываю, ну, наверное, только процентов 20 своего времени. То есть у меня нет постоянного эмоционального. Но я к этому стремлюсь. А ресурсность, то есть физическое... Бежать, идти, плыть, двигаться, активность? Она самая обычная. И я скажу вам, нет такого, что у тебя прям... У тебя энергия появляется, да. Она становится иной. И каждый человек, насколько он привык, разряжаться, так скажем, да. Вот для меня это велосипед. Он в моей жизни присутствует каждый день. Но если нет там сильного ветра, потому что на трассе сносят велосипед. И если нет сильного дождя. Во всех остальных случаях у меня велосипед каждый день присутствует. Это моя разрядка. То есть это там, где я... Мне хватает на сегодняшний день выписывать вот так вот свою энергию. Где-то по голодису позаниматься. Где-то какие-то... Ну, единственное, что когда на длительной депривации, после четырех дней, то необходимо идти где-нибудь прям, чтобы железо потягать. Потому что там энергия такая, тебя разрывает так, после третьего-четвертого дня, что ты понимаешь, что либо тебя выбросит на еду, потому что ты не справишься с этой энергией. У тебя прям... У тебя даже ноги горят. То лучше, конечно, идти в зал и... Да. Света, скажи, а депривация, она идет на еде или без еды? И эффект какой? У меня на еде никогда не получалась депривация. То есть, я не знаю, некоторые люди говорят, что там на еде, они вот сначала на депривацию выходят, потом на неедение. У меня никогда не получалось. То есть, если я кушала, вот я сколько себя вспомню, у меня после еды, через какое-то время, все, у меня сразу же сон. И как-то вот сразу же у меня снижалось. У меня не получалось. Может быть, у кого-то, да. А вот без сна, без еды раскрывается, да, больше? Там вообще получается другое состояние. Ты начинаешь чувствовать временную плотность. То есть, когда ты без еды, без жидкости и без сна, то на день четвертый, вот ты можешь сесть в тишине, например. Если, ну, в тишине это как, ну, например, в часах 4 утра, когда мало каких-то посторонних звуков. И ты ощущаешь, что вот эта вот плотность воздуха, она иная. И когда едет там, например, на другой улице машина, вот тишина, и машина едет, то ты даже слышишь, как вот в протекторе у нее вот эти вот камушки застревают. Потому что по плотности оно другое. Я хожу в магазин, и прям вот он большой, да, такой гипермаркет, и в конце вообще далеко магазина я слышу, о чем говорят люди. И ты просто настолько это обостряется. Ну, ты потом научишься отключаться, потому что сначала просто, сначала ты чувствуешь себя Богом, что ты столько звуков слышишь, ты там столько вот это, ты можешь... Мысли детей у меня получалось. Да, ты как бы не то, что слышишь, что другой человек думает, а ты настолько входишь в его поле, настолько ты чувствуешь, что он думает, что сначала, конечно, это вот прям такое у тебя распирает, там, я там такой молодец, я вообще... Потом это, ну, это очень быстро, наверное, в течение недели тебе это надоедает. На вторую неделю тебя начинает депрессухо просто, просто такое состояние, что ты думаешь, Господи, неужто это будет всю жизнь, так я себя не могу слышать. И ты так отвлекаешься на эти посторонние звуки, на эти посторонние чувствования, что ты теряешь себя. Да, вот даже энергию людей, которые рядом находятся, ты ощущаешь, с кем-то ты можешь находиться, с кем-то ты прям все хочешь, просто уйти из этого поля, не общаясь даже с человеком, считываешь его. Вот это вот у меня, вот такие моменты. А потом, да, потом потихонечку ты начинаешь, когда ты уже возвращаешься в себя, то тогда и ты становишься центром, и все остальное, оно отходит на задний план. Ну, вот я сейчас приехала, сейчас вот в квартире живу, в обычном монолитном доме. Я, наверное, в монолитном доме, ну, уже несколько лет не была. И так тяжеловато, то есть это слышишь, как вот эта проводка жужжит, как у кого холодильник включился, отключился, кто во сколько встает, кто встает в туалет, ребенок или взрослый встал в туалет, в какой-то квартире, если лежишь, думаешь, боже мой. То есть в квартире тяжело уже, да? В квартире тяжело находиться, да. Я просто хотела еще спросить, вот с июля, с 8 июля, да, я исключила еду, ну, практически ее не стало. То есть раз в 2-3 недели я могла что-то там скушать, попробовать. Вот, и тут мы были в Сочи, прилетели, и я за день до отлета покушала, и меня вот как, знаешь, воронку затянуло, я все, я начала, то есть у меня было раз в 3 недели я что-то скушала, и все, и забыла, и дальше иду. То есть уже вот этого не было, и то есть первый вот такой у меня опыт, и у меня начало все текать, и вот прям как кусками потело, все начало потеть, то есть я вообще тренируюсь, не потею, вот это все, тут вес, ну, все вот это вот отеки появились, и возвращаются вот эти вот старые состояния, и даже хуже получается, чем вообще было. Но чистка она на самом деле будет очень долго, это нет такого, некоторые пишут, вот он же такой молодец, вот он столько времени на сыроедении, и постоянно практикует в сухие дни, но вот у меня до сих пор, до сих пор идет чистка, у меня до сих пор не стабилизировался даже тот же вес, то есть у меня есть, у меня вот только по-моему сейчас волосы перестали лезть, наверное, месяца три назад, то есть они у меня вообще просто пучками, зажарями, засоряли и годами чистки. Да, вот у меня была вся голова практически седая, то есть у меня не было моих волос, которые были в моих волосах, то у них пигментация была уже настолько тусклая, что меня только спасало то, что я кудрявая, был очень отвратительный цвет волос, и вот он сам по себе, он выровнялся, у меня очень много седых волос, они просто, ну, ушли, потому что я была практически вся седая. А если вот смотри, вот в эту воронку, да, засасываешь, то ты как бы уже, если раньше получалось, там, ты покушал что-то, но ты перед этим с собой, ну, как бы я спрашиваю, хочу ли я действительно кушать, иногда понимала, что я есть не хочу, и все, и уходила, и даже не трогала, а тут получается, что вроде я с собой поговорила, все равно такая рука тянется, хоп, я вот это сняла, ну, то есть, и ты думаешь, все, захожу на чисто, и все убираю, тебе кушать не хочется, день, два, и опять хочется что-то съесть, вот у меня просто с июля такого не было, и я вот пока с этим пытаюсь сейчас справиться, вот такой, как откат такой произошел. Да, есть, но это не откат, это нужно понимать, что это твой шаг вперед, это тебе дается время на проработку себя, это обязательно, то посмотрите на людей, которые выходят сразу на длительные сухие дни, вот мы же даже их видим в интернете, вот они вышли на длительные сухие дни, вот они говорят, 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 а потом они пропали, все, их выстегивает, они не могут вернуться, кто идет постепенно, те, как правило, закрепляются, они прорабатывают себя, и тогда уже они, им будет более проще, я вопрос какой-то был, нет, я хотела дополнить, хотелось бы сказать, напомнить о том, что мы наполняем этот мир красками, то есть, ты говоришь, что я шла, я заметила, вот это вынес блеск, свет, я думаю, напомнить, что все-таки все из нас идет, мы наполняем как раз, то что, не то, что мы, когда пытаемся, там, искать удовольствие, вот кто-то говорил, там еще что-то, а мы наполняем этот мир удовольствием, мы хотим его приукрасить, по-своему, и поэтому все транслируется из нас, вот об этом хотелось сказать, если мы будем искать удовольствие, мы все время будем в поиске, мы его никогда не найдем, пока не вернемся к себе, все ведь в нас, внутри, если мы закрываем глаза, для нас ничего не существует, но внутри, то, что мы чувствуем, мы выбираем это, и наполняем, даже если мы чувствуем негативные какие-то эмоции, это те же краски у художника, то есть, где-то затенить надо, где-то засветить, потому что на самом деле, у нас нет негативных эмоций, у нас же есть просто шкала эмоций, а негативные, либо положительные, это уже мы и руки нахожем. я имею в виду это краски, я говорю, как для художника, то есть, нет плохих красок, красок, нет, нет, и эмоций плохих нет, я не в этом плане, а в том плане, что мы сами создаем этот мир таким объемным, каким мы хотим, вот этого хотелось дополнить. У меня вопросик. Да. Первый, медитацию против? Нет. Совсем нет. А это естественно, в этом состоянии, медитация, это практически все. Мне просто было интересно, что, как себя ощущаете, если вы находитесь наедине с собой, ну, допустим, часа два, в тишине, что испытываете, как ведут себя мыслительный поток, что происходит в теле? Ну, это словами, на самом деле, очень сложно передать. Ночью я, если даю несколько консультаций, как правило, с англоязычными, потому что они в другое время, то все свободное время я стараюсь вообще уделить себе. Я могу сесть на улице, например, и смотреть на небо, смотреть на звезды, часа три-четыре. Я к чему спрошу? Я поняла, я как раз вам отвечаю, что и там иное состояние, то есть ты не чувствуешь себя, ты не являешься наблюдателем в этот момент, как у нас любят вот это говорить. Ты уже не наблюдатель, тебе не, ты есть это все, тебе как смысл наблюдать. Но есть такие состояния, когда ты начинаешь, как бы, ты принимаешь, что ты есть этот мир, и ты начинаешь играть в этот мир. То есть ты можешь, например, сесть, если там есть облака, то их ты как по пикселям можешь разобрать эти облака, потом сдвинуть. И у тебя нет этих мыслей, там, ой, отверила, или я пельмени. Так, а завтра в чем пойдет ребенок в школу? Кроссовки же я ему постирала, нужно какие-то другие достать. Этого уже нет. Ты начинаешь свою игру внутреннюю, потому что внутри тебя весь мир. Я понимаю, что ты хочешь. Второй вопрос. То есть, я сейчас уже туда и отвечу на него, по подтвердителю, я участвую. Есть такое понятие, точка сборки, чтобы мы друг друга понимали. Где происходит ощущение себя в теле, за пределами тела, все это вместе ощущается, как единое пространство, без каких-то холодностей. то есть, допустим, вот если взять меня, я могу сказать, что я частично пребываю тут, я что-то ощущаю, я наблюдаю там свои мысли, я их могу фиксировать, озвучивать, например, где пребываете вы? Ну, не точно не в теле, тело во мне, я не в теле, то есть, я больше, чем это тело. И когда вы уже будете ощущать, то есть, это, ну, вот у меня оно пришло разово, то есть, у меня не было вот к этому, что я постепенно, на каких-то медитациях, себя выводила из тела. Я ехала на велосипеде, и просто я вот разово почувствовала, что я вне тела, что тело во мне. Это иное состояние, я его даже, наверное, описать не смогу словами. Я остановилась, я его просто села на асфальте, очень долго его начала ощущать. Это иное состояние. И когда ты, когда ты уже его четко прочувствовал, ты же понимаешь, ты тогда уже чувствуешь, что ты энергия. И когда ты в этих состояниях... Это какой момент произошел? На каком этапе? На каком этапе не едение? Да. Я вам даже не скажу. Не сразу? Нет, оно не сразу, оно же идет как, ну, у меня, по крайней мере, было как включение, как будто вот идет старая кинопленка, вот это вот, и там раз кадр какой-то, потом опять черный, раз кадр. Вот у меня тоже так же было. Но если этот кадр уже засветился, то ты его уже и на еде, и без еды поймаешь. То есть, ты, если вошел в это состояние, это как плавать. Если ты умеешь плавать, и ты на море, например, либо в бассейн не ходил 2-3 года, то ты потом приедешь, ты все равно будешь плавать. Лучше плавать ты не станешь, но ты уже умеешь плавать. То есть, это состояние... Почему некоторые люди вот после длительного неедения, год-два-три, они потом выходят? Почему они начинают есть? Не потому что им не хватает эмоций, а потому что с каждым разом ты начинаешь познавать себя все больше и больше. И это настолько иные эмоции, это настолько иное состояние, иной мир, иное восприятие, но все вокруг тебя, кто тебя окружает-то, они же не все подтянулись за тобой. И сложнее становится коммуницировать с людьми. И ты уже понимаешь, либо тебе идти дальше, но тогда нужно прямо четко понимать, как это. Либо ты, потому что эти состояния уже поймал, ты из них не выйдешь, даже если ты начнешь есть. Но ты не начнешь, конечно, никогда есть мясо. Но ты выходишь, чтобы дальше оставаться на этом уровне, чтобы дальше не идти, не познавать, не расширяться. Потому что я даже по себе сейчас знаю, вот у меня, например, бывают такие ситуации, из-за которых раньше я бы там в панику вплала, думаю, как это так? А сейчас как бы, ну, есть и есть, это просто факт, состоявшийся факт. И он меня ни в одну, ни в другую сторону не выводит. И иногда, когда бывают прям такие ситуации, я думаю, так, а нормально ли это? То есть у меня еще появляются мысли, а нормально ли это, что я так реагирую? То есть, конечно, вот эти ситуации. А как считаете, если продолжится тенденция, то есть перспектива, как она ощущается? Это выход за привычные социальные границы, взаимоотношения, что нужно уединяться, или как-то можно продолжать общение, но не будет ли это останавливать процесс дальнейшего расширения? Дальнейшего расширения процесса останавливать не будет ни в коем случае. Просто те люди, которые вокруг тебя, ты им настолько будешь непонятен, что, наверное, это будет какой-то дискомфорт доставлять. Если ты один, если у тебя нет семьи, то это проще. Ты можешь как бы спокойно развернуться, уйти, и все. Если у тебя есть семья, ты понимаешь, что у тебя есть какие-то обязательства, ты все равно на это рассчитываешь. То есть я не могу, например, сейчас мне захотелось куда-то уехать, я не могу собрать вещи и уехать, но что у меня двое детей. Я понимаю, что у них должна быть школа, что они должны свой путь пройти вне зависимости от меня. И я ответственна перед их путем. Поэтому совсем вот прям вот в такие вот дзены я уходить тоже не могу. Я себя все время отлавливаю. Дзен имеет субботу, что интерес теряется к заботам окружающих их проблемам и целям. Или просто другое отношение к этому. Важность пропадает абсолютно. Да, то есть ты понимаешь, что если у тебя холодильник пустой, дети сейчас придут со школы, то как бы ну пустой, но придут со школы, пойдут сидеть что-нибудь купят. Но это вот как бы на бытовом, на легком уровне. А бывает такое, что ты понимаешь, что тебе ну настолько вот нет важности во всем. то есть вот это не случилось, ну значит так, просто факт. И ты понимаешь, что это не хорошо и не плохо, это просто состоявшихся факт. А присутствует ли при этом более широкий, более широкий образ понимания природы происходящего? то есть такой, скажем, на уровне планетарном, что ли. То есть мысли, качество мысли меняется или просто пропадает интерес происходящего? но и не сказать, что мысли меняются и не сказать, что интерес пропадает. Вот у тебя на каждом, каждый день у тебя же не меняются мысли по отношению к своим рукам и не пропадает интерес. Он не увеличивается и не уменьшается, они просто есть. И здесь получает ситуация такая совсем, ты просто есть все, а все есть ты. и ты как бы настолько растворен и у тебя нет этой важности, то есть у тебя нет, что ты по-другому это ощущаешь. Нет ощущения ощущаемого. То есть оно вот просто есть, оно как-то как естественный процесс все. Согласен по получанию совсем, что? Нет, не согласен, а позволение всему происходить. То есть оно идет, происходит, жизнь происходит и все. Мы ничего не можем контролировать никогда, если кто-то говорит, что я начинаю контролировать свои мысли, убирать свои мысли, еще что-то. Как только ты говоришь слово контроль, ты начинаешь контролировать свой контроль, которого не существует. Ты входишь в состояние несуществования. Все. И это твой тупик. А как определяется синхронистичность событий? То есть добровольное воспоминание или все-таки есть какая-то стратегия действия? Когда ты в принятии, тебе каждая мелочь, она тебя не напрягает. если даже сейчас начнется землетрясение, это не хорошо, не плохо, это просто факт. И ты просто будешь делать то, чтобы сохранить свое физическое тело, что-то, начнешь какие-то действия делать, чтобы помочь кому-то, если кто-то попросит, ты начнешь это делать. И это будет просто по факту, это не потому, что ты начнешь выявлять благородность или еще что-то. То есть вот эти пустые все слова и пустые действия, которым нас научили, чтобы мы были хорошими для кого-то, они все отпадают. Ну, я понимаю, в принципе, могу предположить, есть такое понятие задачи. Есть факт того, что вы существуете, вы здесь присутствуете в материальной форме. И вот вопрос, у вас есть задачи или нет в вашем существовании? Конечно, есть. У меня есть задачи на бытовом уровне, я же еще раз говорю, потому что у меня есть дети. А если бы дети не было? Я не могу вам сказать того, чего нет. Я могу только о том, есть. У меня есть какие-то определенные цели, но я цели воспринимаю по-иному. У меня нет такого, что я вижу цель, не вижу преград. То есть я вижу цель, я ее прочувствовала, я ее зафиксировала, а потом я возвращаюсь до мысли. Она там уже есть, и я иду в моменте, то есть я уже не думаю о ней, потому что она уже зафиксирована. Я все равно возвращаюсь до мысли. у вас вопрос я понимаю, вы живете в сельской местности, я в курорт. Не, маленький городок, он просто небольшой курортный городок. Но у вас нет работы, то есть вы не общаетесь настолько в социуме, как вы? Я очень много общаюсь в социуме. в плане консультации, а когда вы да, я вообще 15 лет занималась недвижимостью. И если меня просят, то я до сих пор, я как юрист еще по недвижимости, я до сих пор могу составить какие-то договора, что-то заняться какой-то что-то помочь с кадастром, ну хоть с чем. То есть пожалуйста, я могу этим заниматься. и я занимаюсь, я очень много общаюсь с социумами, но у меня социум, он настолько вот поменялся, и потому что я абсолютно честна, то есть я никогда не пойду не одену на себя роль или маску риэлтора, то есть я скажу, я уже буду вот именно такая, какая я с вами сейчас, я такая везде, абсолютно, то есть у меня нет какого-то другого, иного статуса, иной роли какой-то, она вся единая, если я что-то знаю, то я говорю, что я знаю, если я, например, не предполагаю что-то там по юридическим вопросам, я никогда не буду говорить, я сейчас узнаю, сейчас все будет нормально, то есть я сразу же говорю, что я знаю, что я не знаю, и эта коммуникация, она проходит легче, и у меня, да, у меня много, у меня дети занимаются спортом, мы ездим где-то с родителями, но ты, ты становишься вот настолько вот честен перед собой, то есть, например, если стоят, вот все стоят, например, кучкой, что-то отмечают, то ты никогда не будешь делать вид, если тебе неприятны, у тебя какие-то другие заботы, или ты захотел побегать, пока они там стоят и отмечают какую-то победу, ты никогда не будешь с ними стоять, потому что тебе это не хочется, ну как бы принято, потому что все стоят, ты спокойно можешь развернуться и пойти, если тебя спросят там ты куда, абсолютно честно и открыто сказать, неинтересно, я пошел чем-нибудь другим заняться, и на тебя, если ты будешь честен с собой, на тебя никто не обидится, и никто не скажет, что-то какая-то ненормальная, то есть, насколько вот ты издаешь вот эти вот волны естественности самого себя, своей сущности, то настолько же тебя воспринимают другие. Это разумно, а вот еще вопрос такой, что откуда появилось желание вот этой информативности если вы тоже можете выбрать для себя не единую, не знаю, откуда появилось желание вот этого рассказывать? Да, рассказывать, донастить эту информацию, какая цель? Я психолог, психоаналитик с 22-летним стажем. Как дополнительный заработок? У меня сейчас это не дополнительный заработок, это у меня сейчас основной, это мое хобби, я его монетизировала, и мне от этого комфортно, то есть я могу полностью отдаваться вот этому процессу. Я начинала вообще консультации, у меня были по психологии, по психоанализу, по прорисовкам, по протанцовкам. Я очень много лет давала такие консультации. И потом, когда начали общаться, и когда я начала вот уже внеедение, когда уже начала, мне люди все больше и больше начали задавать этих вопросов. Меня начали приглашать сначала на эфиры, начались отзывы, и потом мне начали говорить, ну давай займись, а у меня не было времени этим заниматься, потому что я занималась недвижимостью, а чтобы заниматься тем, чем я занимаюсь, у меня свободного времени на самом деле практически нет. У меня примерно 5-6 эфиров в день, в среднем они занимают, если инстаграм, то час, если марафон, то 2-3 часа. Если добавляются англоязычные марафоны, то еще плюс 3 часа. Помимо консультации и индивидуального сопровождения, поэтому у меня практически весь день он полностью загружен. Если этим заниматься, если эту информацию отдавать людям, то нужно заниматься только ей. Так как у меня есть, естественно, какие-то социальные потребности, вплоть до того, что как бы детей нужно обеспечить, то, естественно, я это вывела на уровень монетизации. И я считаю, что это абсолютно нормально, потому что энергия со всех сторон, она должна циркулировать абсолютно ровным образом везде. Нельзя убирать или говорить, что вот эту информацию, вот у нас просто, у меня многие говорят, что вот эту информацию ты должна давать бесплатно. Но я ее даю достаточно много без оплаты, у меня полностью весь YouTube забит вот этим вопросом. Пожалуйста, можете брать. Если кому-то нужны глубокие проработки, которые я не могу дать на общее обозрение, потому что не все люди готовы их принять, и не все люди настолько осознаны, что должны понимать, что эта информация еще рано им, чтобы ее брать и пользоваться. Поэтому идут индивидуальные марафоны. Но просто я могу сказать, что если я по себе чувствую, что если я пойду дальше, и оно будет с большим, пойду дальше, и будет вот этот вот круговорот накручиваться, что возможно я уйду с эфиров, мне будет неинтересно это уже. Возможно, у меня будут уже иные, более глубинные проработки, и у меня уже может быть уже не будет это интересно. Поэтому пока интересно, именно поэтому я создала эту школу автономии, чтобы максимально познакомить с ребятами, которые мы постоянно проводим эфиры различные, чтобы максимально познакомить с ребятами, которые действительно в практиках, а не просто вот бла-бла-бла, чтобы люди могли на них выходить. Если я по каким-то причинам уже пойму, что мне неинтересен вот так вот просто рассказывать. Что вы делаете научше, когда вы не спите? Много чего делаю. Я разгребаю телефонную работу социальную, то есть у меня бывает, скапливается и по 400 сообщений, на которые... Но я же говорю, что у меня есть 2-4 часа, которые я себе уделяю, ну, ночью, как правило, потому что днем у меня не получается. Днем у меня все равно какие-то обычные земные дела. Прибраться, постирать там, где-то детям приготовить. Все как обычно, все как у всех. Ночью я себе выделяю, когда тем более много, мало вот этих вот шумов, я себе выделяю это время, когда я могу просто посмотреть вглубь себя. Мне всегда такой вопрос, когда тоже задают, что ты делаешь ночью, если не есть, не спать, скучно же, что делать. Думаю, господи, я бы так рада была, если бы мне было скучно пару часов посидеть и просто в такой скуке побыть. Ночь пролетает. Да, она пролетает. Ты пока всех детей у меня тоже просто двое деток уложил, там свои дела по работе поделал, туда-сюда, я не могу ночью потанцевать, стих написать, ну все, уже рассвет, все, дети там уже побежали, ты думаешь, блин, мне трое, я понимаю, прекрасно. я имею ввиду состояние положения себя, чтобы, присутствие, самостоятельность, мы и так все. И в принципе. Ты, когда будешь в этом состоянии, ты, вот как я говорю, ты медитируешь, вот каждое твое действие, оно идет, вот ты куда-нибудь идешь, ты уже в процессе этой медитации, то есть ты чувствуешь, как ветер развивает твои волосы, ты чувствуешь, как легкие наполняются этим воздухом, ты чувствуешь, как ты можешь кожей дышать, ты чувствуешь, как камушки у тебя под подошвой, как они вообще, как у тебя сухожилия разгибаются, как у тебя течет кровь в повян, ты это все чувствуешь, ты в процессе медитации находишься постоянно. Когда моешь посуду, когда моешь полы, когда что-то делаешь, если ты не разговариваешь с детьми, потому что разговоры они выхлестывают на разговор, но ты разговариваешь, когда с кем-то, ты полностью в процессе того, с кем ты разговариваешь, То есть у тебя уже нет такого, что ты говоришь одно, а потом думаешь, ой, что-то мы с тобой начали говорить. То есть если ты с ним, ты с ним, ты в моменте, ты ему отдаешь себя полностью. То есть не нужно скользить туда-сюда, если ты в этом, то будь в этом. Да, потому что память это нет. Память она уходит, то есть ты понимаешь, что тебе вот эта вот память, она, вот как говорят, у меня есть индивидуальный марафон, и там мне задали, я хочу, вот у меня такое есть желание, я хочу выйти на автономию, чтобы у меня была хорошая память. Я говорю, это несовместимые вещи, потому что когда ты выходишь на автономию, у тебя память, она за ненадобностью, она как отпадает. То есть ты знаешь, ты помнишь какие-то обычные вещи, но вся информация, которую ты получаешь, она у тебя в потоке, она у тебя в процессе. И после того, как ты дал эфир или дал марафон, ты, если его не пересмотришь, ты никогда не вспомнишь, про что ты говорил. Потому что вот она прошла, эта информация через тебя, и все, она как через трубу прошла, она в тебе не остается. И поэтому память развить на автономии, ну, я не знаю, мне кажется, это нереально, я не знаю, кто развивает, потому что ты ей как таковой не пользуешься, когда ты в процессе, в потоке, и тебе она не нужна, тебе не нужно, чтобы что-то в тебе закрепилось. Это когда в трубе закрываешь одно пространство, да, одно отверстие, то у тебя копится, копится, и все, у тебя под крышечку информация дошла, и тебе больше некуда новую, пока ты не обналичься, она у тебя постоянно должна циркулировать, иначе она у тебя там вся стухнет. Это когда люди, когда боятся там свою любовь отдать, вот говорят, да, что я ему там или ей не отдаю там что-либо, потому что я не чувствую от них, ну, например, там взаимности. И в тебе эта любовь, она стухнет, и в результате ты ни туда, ни туда не продвинешься. Ты всегда должен, если ты чувствуешь, что ты любишь человека, что бы он тебе ни делал, а вот на сегодняшний день вот у тебя воспылала к нему вот эта вот какая-то открытость, ты ее должен обязательно отдать. Отдаст он тебе ее или нет, это уже другой вопрос, он никак не касается тебя, то есть ты, именно весь акцент на тебе, ты отдал, а то, что сделает другой человек, ты никогда на нем не концентрируешься. То есть он, он свою, у него свои процессы, и они тебя вообще никак не касаются. Отдал он тебе свою любовь, не отдал, нагрубил, поцеловал, обнял, это вообще не имеет значения, это его процессы. Ты занят только своими процессами. Сон есть, но он присутствует, ну, наверное, раз в два дня, раз в три дня, бывает, что по два часа, но не разово, а как минут по сорок. Он всегда поверхностный, то есть без снов. А вообще, ну, не каждый день и максимум, вот у меня было 10 дней, когда без подсыпаний. Но я прям так, чтобы через силу воли я не иду. То есть я понимаю, когда четыре дня для меня это норма не спать, без подсыпаний. Если я чувствую, что я на каком-то своем периоде, я хочу иные, познать иные какие-то ощущения, иное восприятие, то я добавляю немножечко либо силы воли, либо делаю вот эти 15 плюс 5 минут. То есть 15 минут подсыпаешь, у тебя есть будильник, но я уже без будильника могу отнять 15 минут. Потом 5 минут тебе для того, чтобы, ну, до конца проснуться, либо встать, либо еще что-то. Вот, и ты дальше уже начинаешь бодрствовать. 15 минут хватает для твоей перезагрузки. Ну, то есть мне нет каждый день, цена у меня все равно отпадет. Даже вы, когда заходите в сухие дни, вы уже на четвертый день чувствуете, что он у вас сокращается. Когда вы чувствуете потери энергии, в каких состояниях? Может быть, обобщаетесь, когда там или раздражаетесь, или... Есть такое? Нет такого чувства, потому что ты уже прославил, что ты энергия. Потерять себя как бы нельзя. Ты же свое тело потерять не можешь. Ты же не можешь прослушать и сказать, о, а где мое тело? Ну, бывает же, что вы выпадаете. Бывает, что я нервничаю, но это не потеря энергии, это иное состояние. Ты... Я... Бывает, что я нервничаю. Вот я говорила, что у меня бывает, что у меня выводят только дети. Но ты его моментально можешь отследить, и когда ты его отслеживаешь, ты себя не достаешь, перестань нервничать. А ты, наоборот, когда уходишь туда, ты как бы погружаешься в это состояние, которое ты чувствуешь. И как только ты погружаешься, ты ежесекундно растворяешься в нем, и этого состояния уже нет. Это моментально можно отследить. Это можно отследить каждому человеку, не потому что я там какой-то гуру. Нет. Это абсолютно каждому. Если вы погружаетесь в это состояние, в состояние злости, в состояние агрессии, в состояние раздражительности, только отловили, что у вас идет это состояние, сразу же в него ныряете, потеряете и как только в него нырнули что вот в эту злость вы понимаете что ее нет все тут же растворилась у вас не происходит утечки тела а мы есть энергия вы это когда осознать у вас уже не будет но нет такого что вот есть состояние когда не хочется например заниматься какой-то работой это не потому что они не поднимаются руки-ноги а это уже другое состояние энергия там вас та же самая стала физическое тело например тебе говорит давай сейчас вот сделаем вот это давай отдохнем вот от этого давай переключимся на это и ты его чувствуешь это тело но энергия так так и осталось она у тебя никуда не выходит она у тебя такая есть то есть ты ты же не можешь стать большими энергии не бывает больше или меньше ты можешь ее только своими какими-то практиками естественными практик ты можешь ее как бы уплотнить вот это ты можешь но больше ее не сделать как как что значит больше энергии просто ты не можешь принять это это не потери энергии ты не принимаешь некоторые ситуации и они тебя выстегивают прими за ним займись чем другим поблагодари себя за то что ты нему не хочешь сейчас рисовать значит у тебя освободилось время для чего-либо другого всегда научайтесь находить те моменты когда вам что-то подсказывает ваше тело ваша энергия лишь когда вам что-то подсказывает сразу же это хватайте благодарите народные и умеете это трансформировать что-то иное и тогда вы поймете что у вас нет потери этой энергии вас каждый момент он заполнен чем-то новым всегда нет потенциала вообще чтобы творить ну и здоровый потенциал есть всегда для творчества у каждого человека постоянно и мы постоянно творим просто дело в том что мы зацикливаемся на какой-то определенной казалось бы проблеме мы не замечаем потенциала вокруг этих проблем это же художник я думаю да то что о чем вы говорите у меня лишь в последнее время у меня тоже был такой период затишье моего творчества но я поняла я просто села и решила так я осознанно делаю выбор в сторону своих детей в них трое и я целыми днями все в них еще собаку завела сейчас вся в них и направляла эту энергию на них но я постоянно творю я творю с ними общаясь рисую их какие то есть вообще не рисую себя потому что в реальности то есть мы ведь и живописи и вообще все что угодно она приходит внутри нас когда мы понимаем что мы внутри можем натуральными натуральный мир раскрасить так как мы его хотим потом это приходит очень-очень мы наполняемся этим и потом это выходит на холст на бумагу там еще что то но сначала надо понимать что мы вот здесь всегда рисуем если вы рисуете вы рисуете такую скромную серенькую картину да вот у меня нет потенциала это тоже картина которую вы рисуете сейчас попробуйте раз и нарисовать другую картину а у меня сейчас есть возможность прогуляться у меня есть возможность там вот на это внимание уделите то есть красками расписываем реальную жизнь я могу сказать что куда нет потенциала хочется просто восстановить вот я про это как бы спрашиваю что ну вот смотри никуда использовать энергию вообще не хочется нет потому что это же как бы определенная сила мы хотим застыть все мы создаем пробку это то же самое что в трубе засор надо чтобы вот этот поток он был постоянный если вы отдаете то сразу чик 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 вы отдали здесь освободилось место для получения и как только вы хотите застыть вы просто выключаете экран и ну тогда не желаете того что должно приходить что почему когда человек медитирует он всегда получает он здесь генерирует генерирует с тем что он что у него уже есть а да вот 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 этот вот озеро а как только вы река все река новая поступает царь уходит поступает уходит если вы озеро вы работаете над озером а происходит тоже процессы то есть неоткуда то есть есть определить то есть это тоже разные вот я их просто хотела я вот медитирую потому что было как-то но медитация а вот ты вот медитируешь это когда у тебя нет вот когда у тебя нет вот этого потока да как ты говоришь ты села и начала медитировать но ты можешь точно так же когда у тебя нет этого потока ты можешь точно так же заняться каким ты же него что ты говоришь у меня нет день два три ты же не три дня сидишь и медитируешь правильно но ты не принимаешь сам факт что у тебя нет этого потока и ты зайишь самое что интересно всегда отслеживать принимаешь ты это либо не принимаешь все равно ситуация идет по факту так как она идет ты пошла там прибираться гладить стирать есть у тебя этот поток либо нет потока ты все равно эти действия делаешь и если ты их примешь что ты это будешь делать с удовольствием если ты их не примешь что ты их все равно будешь делать но без удовольствия я просто хочу сказать что я встречала людей вот я вас встречаю единственную которая не занимается так сказать какими-то духовными практиками просто я не тоже тренер но я сейчас свой опыт рассказываю вот я тренер у меня проходит тренера по цигун и прочее да они могут девочка есть вылечилась которая после сложного перелома тоже да она говорит я не представляю как можно там голодать и не заниматься так сказать я не голодаю и прочих вещами да и она тоже очень давно ходила в походы там собирала людей где-то на полном потоке но она это все сопровождала духовными практиками почему духовная практика не является жизнью то есть осознавая себя живой это уже духовная практика просто у кого-то это получается у кого-то нет кто-то это через медитацию и так человек это как заказать золото это слово это на словах легко да сказать что я там иду и чувствую как волосы на меня двигаются когда человек полностью погружен там с утра до вечера 8 часов в работу и сконцентрирован на этом да он концентрируется на каком-то там где-то потом ему нужен ресурс как бы восстановиться вот это по мне так а почему работа что же там много всякая работа мы уже сегодня к вам пришли такие люди потому что вы живете в такой комфортной среде когда у вас приятное там вообще не бывает что вы работаете не совсем у меня женщина знакомая с которой мы редко общаемся она на сегодняшний день ей под 70 лет она 6 лет не кушает она живет просто в селе у нее она спит у нее примерно 2 часа сон и она в 4 утра она встает 2 часа она ложится в 4 утра она встает она сначала у нее большое хозяйство у нее по-моему несколько гектар земли и она целыми сутками она занимается вот этой работой причем это достаточно тяжелая физическая работа но она не соприкасается с людьми когда люди общаются и ну почему у нее же свой магазин она фермер как она не соприкасается молоко протухшее не кушает свою продукцию у нее есть семья которая вот так кушать это же не значит но он вокруг нас есть пластмасса но мы же в нее не одеваемся ну как так но ее же полно мы ходим по асфальту но мы же в карманы его не напихиваем ну как так но везде же он есть и еда это точно так же хотите кушайте хотите не кушать почему ее обязательно нужно кушать ей же можно ее можно нарисовать ей можно насладиться ее можно угостить кого-то можно не обязательно ее в себя зачем держать хозяйство фермерское ну она его начала держать до неедения и у нее она любит это дело у нее семья большая у нее пятеро детей у нее внуки у нее правнуки уже есть у них большой дом и почему нет вот я говорю я просто к тому что это мужья то где они занимаются детьми что ли он трое детей двое двое где мужчины тоже в практиках у меня тоже сыроед на живой растительной пищи больше четырех лет но он у него тяжелый труд сейчас у него как раз тезон он трудится и свет в мир отдает нет просто вы так говорите что вот все мысли о детях там вот о чем мужчины занимаются но нет у меня мужа да ну на мне это нормальная ситуация то есть я просто хочу сказать что еда или не еда она вне зависимости от того чем мы занимаемся какой у нас образ жизни может человек абсолютно любой если если ему это нужно по каким-то его потребностям по физиологическим по психологическим по психическим уйти от еды то может он в любом состоянии уйти неважно чем он занимается на чем он ездит как он одевается где он живет скажите а основатель этой школы автономии на данный момент сколько у него беремет голодание существует он кто это такой я то есть вы создали эту школу да то есть а у вас какое время у нас принесет такое голодание ну я не голодаю давайте начнем с это голод это когда с 14 марта но жить я же дыра я же рассказывал что я у меня на еде у меня не работает диафрагма когда ты астматик астма почему появляется не потому что легкие не работают это ерунда потому что диафрагма у работает и когда в желудке что то есть диафрагма останавливается почему ходят с препаратами астматики тяжелые потому что диафрагма не не работает и поэтому у них вот это вот питание питание очень давит на диафрагму поэтому они постоянно на гормональной терапии после гормональной терапии ты хочешь кушать когда ты хочешь кушать не оба не работает диафрагма ты начинаешь задыхаться ты придай опять себе колешь эти препараты после которых ты хочешь кушать после которых не работает диафрагма после которых не работает диафрагма начинаешь задыхаться ты колешь препараты замкнутый круг от чего-то нужно отказываться либо от дыхания либо от еды нет ерунда полнейшая я вам сразу скажу ну 30 лет гормональной терапии вы думаете что-то не пробовала что я абсолютно все практики которые есть я попробовал на себе абсолютно все я выезжала куда только меня не возили что только мне не делали мне бы не ванны делали с различными травами на заказ мне делали препараты меня исследовали в нескольких нескольких институтах от чего у меня может быть астма то есть со мной много всего происходило за за этот период пока у меня она была и когда люди говорят что я избавился от астмы я никогда не поверю что от тяжелой астмы он избавился вот какими-то там гомеопатическими средствами или вот таким-то дыханием когда у тебя приступ по бутейка пишут что мне со мной один мужчина спорил прямо очень сильно спорил что вот и когда приступ если бы вы дышали вот так вот вот было бы все здорово у вас когда не был приступ когда приступ смысле дышать вот так вот ты вообще дышать не можешь не так не так ты сидишь вот в таком вот состоянии и пытаешься вообще вдохнуть и выдохнуть и когда у них нету приступов нету приступов и единственное что я вот сюда вот прилетела мы вышли что он был такой то есть одного климата в другой конечно почувствовалось что легкие как взялись но приступов у меня уже нет после приступа ты не можешь даже пошевелиться у тебя кости разламываются так что это просто кошмар но ты когда перестаешь кушать когда у тебя уже в принципе диафрагма начинает хоть как-то работать ты уже после девятого дня начинаешь дышать 9 дней чтобы начать дышать не избавиться от астмы это разные вещи мы вообще ни от каких болезней никогда не избавляемся они всегда предрасположенность у нас всегда есть как только мы возвращаемся на тот уровень образа жизни на котором у нас была эта болезнь она сразу же нас встретит да это полюбом нет такого что вот я избавился и все ее больше никогда у меня не будет единственное чего ты можешь избавиться от волос которых у тебя больше никогда не будет это возможно от другого я не знаю вот зубов может быть у вас климат и вот здесь тяжелее здесь тяжелее приехали просто из сочи бардане были там климат тропический сюда приехали я прям вообще там месяц ровно были хотя эту всю жизнь живу я тоже здесь всю жизнь прожила да я екатеринбурга я здесь родилась и здесь всю жизнь прожила у меня просто мама сама климат такой подходящий я в краснодарском крае живу 6 женщина 6 лет она раком заболел от нее ушел муж и так получилось что она просто не захотела жить то есть у нее все вот этот свалилась и она потеряла вообще интерес к жизни и настолько она потеряла интерес к жизни что она перестала кушать она перестала кушать и когда она перестала кушать потом перестала спать это уже общенаучный доказанный факт что люди вне сна избавляются даже в шизофрении то есть психологических клиниках лечат бессонницей некоторые психические расстройства и очень сложное состояние депрессии можно вывести четырьмя сутками полной депривации сна из сложнейшей депрессии человека можно вывести я тоже два психологических образования я как бы я говорю только свой опыт света на чем из-за чего вот это состояние эйфории возникает без сна на депривации состояние эйфории на депривации а ты как бы переходишь ты вообще у нас есть нас тут наш аватар это одна временная плотность все что вне нашего аватара это иная временная плотность может быть каждый замечал такие ситуации может быть кто-то в них не любом был либо смотрел фильмы вот когда идет авария и тот кто участвует в аварии у него как будто все медленно происходит а тот кто может рядом стоять на обочине смотрите товаре для него все единстве единым происходит и именно когда у нас вот этот гормональный фон он максимально взлетает то у нас получается что вот эти вот времена временная рамка временем этот плотность она как бы стирается и мы начинаем воспринимать это все по-другому по-иному так скажем и когда мы находимся на депривации мы у нас тоже вот этот гаранты сначала у нас первый день у нас такая вот такая вялость да она даже не вялась вот такая вот размазанность идет вот как будто бы как не знаю как некоторые писька с похмелье что-то такое состояние понятно после вторых суток депривации у нас уже появляется энергия но это в 90 процентах случае и когда мы дальше идем в эти процессы то мы уже понимаем это действительно так работаю что я практике с ребятами провожу ты уже начинаешь воспринимать вот это вот информационном поле что она иной плотности и ты начинаешь воспринимать своим телом это другие ощущения ты правда начинаешь звуки воспринимать все что происходит тебя она идет как бы с вывернутой стороны по-иному момента все было что я личность стиралась то есть я как бы не было личностного восприятия уб esther из такой но это ты сейчас просто говорит потому что ты в этом состоянии закрепилась когда ты закрепишься в этом состоянии то если ты его прочувствовал тебе просто нужно дальше идти в практику и когда ты в нем закрепился в этом состоят ты просто поймёшь что она не прот it не просто лично стирается от и как идешь ты уже объединяете совсем что есть и все вот этот как-то единое и она становится такая какая-то вот легкость и она легкость идет в том числе и эмоционально она такая и получается вот это другое другую другие ощущения другие состояния и тогда тебе хочется вновь и вновь идти в них практиковать и смотреть что там потому что там идет мир он тот же мир он раскрывается поймали ты его видишь убедить начинаешь по-другому потому что плотность иная вы как психолог мира должны знать понятие подростковые детские импринты матрицы поведения и жизни по вашему опыту изменить как-то изменились ваши образы поведения которые были вам присущи до этого состояния они остались но помимо между ними появилось пространство вы можете поддаваться не поддаваться реакции они принципе изменились исчезли на что-то другой поменять вот у вас сейчас вопрос идет из головы какой бы я вам ответ не дала вы будете его интерпретировать и подставлять под те факты которые вы мне уже задали потому что на него я уже ответила вы отвечали да я фиксировал момент но вот этот момент мне очень важен остались ли они и появилась пространство для выбора или же они просто еще я же уже говорила что нет выбора выбор в чем если вы все воспринимаете так как она есть если для вас прекрасен каждый момент что вы выбираете из прекрасного или прекрасного из чудесного либо чудесного суббития дети раздражают все равно ниже чем-то раздражают поступками не детьми человек не может собой раздражать он может раздражать только поступком которые не привязаны к этому человеку если конечно кто-то допустим позволяет допустим на ушах скачет мне все равно кого-то раздражает поведение потому что если согласен не согласен это уже какой-то критерий который откуда-то взял нет нет это не так вот вы сейчас вот просто вот уходите 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 туда вы это не суть смотрите все что все что от чего мы раздражаемся это всего-навсего эмоции она не обязательно она привязана к каким-то социальным нормам хорошо или плохо вот куда вот вы пытаетесь увести это просто ваше внутреннее эмоциональное состояние которое на сегодняшний день вас выстегнула и чтобы его поймать вы сразу же в него углубляетесь и растворяется она потому что этого состояния нет все что мы можем сейчас эмоционировать это эмоция эмоция идет не от тела она идет от ума и как только вы от ума начинаете нырять в этот ум это сразу же растворяется вот вы попробуйте найти в себе сейчас того кто задает этот вопрос напоминается склоном еще про книги давайте ребят поговорим потому что вот про практике как раз я хотел сказать но и говорят вот как это так вот вы не идите там ниже не первый раз и вы не в практиках некоторые говорят это невозможно некоторые говорят там всякие различные вещи вот смотрите вот людям которые никогда не читали вот этих вот умных книг по этим чакрам раскрытым закрытым по каким-то там еще они у них нет ориентира куда они должны прийти как должна светить звезда и каким цветом и поэтому когда они увидят эту звезду они сразу же ее увидят а вы которые вот нет нет мне просто вы как бы то не только не к вам обращаясь вообще люди которые миллионы книг прочитали нет недавно даже мужчина сказал на трехмесячном ретрите три месяца по ошу чтобы пробудиться ведь я не пробудился ничего удивительного смотрите те кто пишут эти книги вот он написал эту книгу да вот он вот здесь вот находится вы находитесь вот здесь и он со своим мировоззрением описал вот эту звезду вот которая вот здесь вот до которой вы должны дойти с этой своей позиции она для него уже он ее вот так описал а вы когда к ней подходить она для вас еще на другом уровне и когда вы ее видите вы думаете о нет ни она в книге написано было по-другому это я понятно что образно так вы и вы проходите мимо либо начинаете кругами кружить вот два пять десять двадцать не замечая потому что она не подходит под ваше описание под ваше восприятие потому как ее другой описал и все эти состояния которые другие описывают в этих книгах они его это он про свои состояния у вас они могут быть иными если человек какой-то традиции вот я уже несколько да всегда есть какой-то проводник который вас корректирует и подведет на тот уровень который он достиг который достигли его учителя он достиг и он будет вас корректировать увезти вы идете сами я никого за собой не веду я рассказываю свой опыт я ни в коем случае никого за собой не веду во-первых да я рассказываю на марафонах свой опыт я им не говорю что идите пошли за мной здесь классный может быть отрицательное положительное только оценки ума головой да у вас это вот нож насколько вы уверены в правильности у меня просто путь у меня просто путь у меня нет правильного либо неправильного пути смысле не уверен у меня есть путь и я по нему иду он не может быть правильным либо неправильным понимать он мой путь вы же не знаете конечно вы тоже не знаете никто не знает если бы кто-то знал конечный путь его бы здесь не было нет нет оценка того что сейчас я тоже назад я не хочу там у меня тоже ну кошмар поэтому и этот путь привел мне к тому как кто и какая сейчас пять лет назад я была старуха 86 килограммов стреляю детьми с смертельным диагнозом а сегодня я молодая перспективная женщина которая стоит на голове на шпагат и садится раньше там с полки не могла достать что-то что-то защемляла ведь есть я же понимаю что этот мой путь как я его назову правильно это все рассуждение с точки зрения ума он всегда уводит любой результат это опыт опыт который получает вы не можете пойти по пути того человека по пути того человека может пройти только он вы можете пройти только по своему пути вы можете посмотреть он может поделиться с вами его путем и все на его путь вы никогда не станете это только его индивидуальный путь все нет за асфальтированной дороге которые все туда идут толпами возможно я не пола в духовных практиках поэтому не могу сказать почему они пришли да и он тоже раньше так опиралась что есть человек который следовал потому что уже чувствуется что мешает так хотелось докопаться тоже но мы же не пришли к тому ученик а можно вопрос а что у вас привел к этим к этому у меня просто тоже я когда в реке так сижу когда все спокойно хорошо мне тоже не хочется не есть не спать, когда особенно я уезжаю, у меня был самый такой просто месячный ретрит, вообще просто там в уши я сидела, там, можно сказать, галушом ходила, пила из колодца, обдывалась, редко ходила за просадом, но это была шрам, да, и я сидела там нескольких километров от этого шрама. У меня тоже было состояние, но когда я пришла вот сюда в город, приехала, я встретилась с очень грузной энергией, я пришла на работу, соответственно, я поняла, что мне нужно заземляться, и вот это вот возвышенное состояние, да, я устро чувствовала, как в любви, энергетику, там, это все появилось во мне, но никуда не пропадает и сейчас, вот, но я понимаю, что мне нужно заземляться, мне нужно питаться. Ну, это не про заземление, то, что вы питаетесь, это то, что вы не хотите познавать в этой, в этом пространстве себя, это тяжело вам познать себя в этом пространстве, в том пространстве, конечно, всем, всем. Поэтому самое такое, мне кажется, это вот онлайн, когда у тебя есть кто может что-то, ну, поделиться опытом, подсказать, а ты остаешься в своей реальной жизни, где у тебя семья, дети, и ты вот этот путь проходишь. Да, с единомышленниками, конечно, очень, ну, очень здорово, когда ты общаешься, когда ты передаешь и делишься своим опытом. И, конечно, никто никого не может повести за собой, могут только свой путь открыть, нарисовать и показать. А какими-то моментами из его пути воспользуешься ты или нет, это всегда только твой выбор. И как только ты начинаешь перекладывать, что вы ведете меня своим путем, он ведет меня своим путем, вы моментально с себя скидываете ответственность на него. Вот, это про то, что вы себя не, вы не честны сами с собой, вы не готовы за себя взять ответственность. Я не могу, я не сильна, я не... Да, но когда вы начинаете быть честным с самим собой, то тогда ваша ответственность, она кладет столько на вас. Ну, это путь вот, я просто тоже много очень паломничала, это путь святых, это традиция, это хорошая вещь, и очень... Такие люди приводят как раз за собой. Те имеют результаты, это имеет уже многолетний опыт, и это проверено годами, столетиями, веками. Такой опыт. Такой опыт, что вы перекладываете? Что один человек ведет за собой другого человека. Ну, каждый же сам выбирает за кем. Нет, тот, кого как бы ведут, у него есть свой выбор. Да, он сам выбрал, он сам выбрал. Но однажды, однажды, приходит такой день, когда ты понимаешь, что ты берешь ответственность в свои руки, и никому не даешь уже. Но это уже не то, это уже не то. Нет, уже в этот момент ты уже начинаешь транслировать себя. Когда мы не можем себя транслировать, мы принимаем, мы держимся за ручки, за кем-то идем. Но как только появляется вот эта энергия, и это приходит ко всем людям всегда. Это нужно, чтобы не думал и контролировал, сказать, теперь ты можешь отпустить и идти сам. Теперь я отпускаю, и ты можешь сам. Но не факт, что от ручки отпустится. А бывает, что только если... Ручка уже там, вверху, понимаете? И это проверенный путь. А вот и Светланы просто как бы... Ну вот вы говорите про святых, и говорите про веренный путь про святых. Да. Но вы же тоже оттуда энергию, так сказать, сейчас. Откуда, оттуда? Почему вы взяли, что я оттуда энергию беру? Нет. Я не говорила это. А где вы говорите? У себя. Где потенциал этой энергии? У меня. А она, которая внутри восстанавливается? У меня нет зарядки. Она у меня внутри. Я не подзаряжаюсь от чего-то. А внутри что значит вот здесь? Ваше это где оно? Вот вот поле. Ну вот смотрите, мне... Почему вам сложно объяснить? Потому что вы... Вам сказали в практике, что вот там энергия, там рука. Ну это я образно. Понятно. Я понимаю, что вы образно. Но вы не образно это сказали. Вы действительно верите, что кто-то есть там, кто вас приведет. Пока вы будете идти за кем-то, вы никогда никуда не дойдете. Потому что вы будете идти за морковкой, которая привязана к вам. Это какая-то свето проверенная уже вещь. Кем? Нет, я... Вот мы, которые достигли. Нет, для меня это не очевидно. Нет, для меня это не очевидно. Мы же сами выбираем. Я не знаю, как бы, чем бы, кто проверял. Я не проверяла. Я не знаю, я нашла свой путь. Сейчас я проверяю то, что я могу. Мы можем только каждый на себе проверяешь. Мы смотрим трех людей, которые нам откликаются по душе и как-то... Я вот вообще прочитала книгу Пульс Брэдли как раз. Я тоже голодала по Пульс Брэдли. И после этого вот у меня просто само пошло. Я даже никого не смотрю, никаких автономов. Не знаю, не легов. И очень... 40 дней голодают многие. Очень хорошие опыты получают. Это проверено медицинскими. Да многие-то многие. Мы даже не знаем. Мы же рядом с ними там не хотим. Этот опыт уже тоже пошел. Вот смотрите, мы сейчас с вами говорим об опыте других. Нам интересно. Вы хотите себя познать или все-таки убедиться, что кто-то прав? Вы все время на кого-то. Вам зачем кто-то? Вы никогда не добьетесь его опыта. Вы никогда не поверите до конца в его опыт. Вы можете поверить и проверить только свой опыт. Поэтому чем больше вы будете отвлекаться на кого-то иного, вы отвлекаетесь от самого себя. Вы верите в саму себя, получается? Конечно. Нам себе и врач, и рентген, и учитель, и учитель. Энергия у вас своя, да. И у вас своя. И у вас своя. Только вам это нужно признать. Да? Можно обидеть? Ну вот, раз я забери такой разговор, да. Вот у меня бывают такие состояния, через которые я не могу прорваться. Можно это, может быть, расширение назвать. Это даже тонко описать. И чем интересны люди, у которых есть опыт для меня? Потому что кто-то начинает описывать, и ты начинаешь понимать, как будто они тебе помогают прожить это. Вот я, допустим, возвращаюсь к Елена, например, да. Вот что у меня. Сколько раз я себя отлавливала. Вот эти состояния расширения можно назвать. Я не знаю, что с этим делать. Они мне не знакомы. И они меня пугают просто. Вот как они наваливают, да. И я не могу ни с этим временем. Мне не в голове как можно столько дел успевать. Как будто мне нужно пойти спать. Но я же не хочу спать. Почему я ложусь? И вот такое вот. Вокруг все меняется. Такой бывает страх, что ты останешься одним. Потому что ты начинаешь вообще как-то другое чувствовать. И по-другому представлять, описывать, говорить. И как ты как будто какой-то отдельный. То есть это не сразу даже получается описать свои состояния и вписаться в эту реальность. Это нужно как трансформация в твою руку. И ты раз и затихаешь, как будто пока ты не наберешься смелости, силу пойти и познать себя дальше. И вот когда кто-то описывает, я прям вот себя чувствую. Ну вот, а это вот то было. Как будто ум бояться перестает. Так это вещи прописанные уже. Прописанные в стадии. Все. Я вот просто много очень тоже общаюсь с людьми. Поэтому когда они тут посчастливы, недостоверятся, что такое, что что-то видят и не могут это собрать в целое. Они вот вроде живут. Они сами-то со своей жизнью разобраться не могут. А насчет, что Света вещает, ее просят. Света расскажи. Потому что реально, хоть мы там существо духовное, но я социальное. И собственно, высоко сложно говориться. И когда больше милей, которая там, ну как, чувство лоптич. Вот у нас она говорит, что она не может дать ответственность за то, что вы. А почему ответственность я не могу дать за то, что говорю? А ответственность за то, чтобы кого-то вести. Почему? Я не говорила этого. Я думаю, что за нашими людьми добровольно приходят. Конечно, за свой опыт. А как вы тоже ни за кого ответственность не можете взять? Нет, я как бы не про себя сейчас. А мы не можем вообще, это априори не бывает такого. Ты не можешь взять, ты можешь взять ответственность всегда только за самого себя. Все. За кого-то ты ответственность никогда не сможешь. Ты можешь взять ответственность за самого себя либо свою ответственность если ты не цельный неполный переложить свою ответственность на кого-то другого все за кого-то ты взять ответственности не может ну понятно что за своих детей это естественно но за кого-то чтобы его вести сказать пошли за мной у тебя будет все тоже сам не один человек может дать гарантию либо бог либо машине все других вариантов не бывает но цельного человека не заставишь конечно он будет понимать что он будет чувствовать себя поэтому можем только на своем опыте конечно мои я же и говорю мои слова да нет просто смотрите ведь вы ни одна то как-то у меня эти вопросы задают и мне очень много задают вопросы которые по 10 по 20 по 30 лет в практике и они мне всем это как ты так можешь вот другие больше вот я уже столько в практиках я больше тебя знаю вот я вот столько людей видела вот они лучше тебя знаю вот я вот этот яд я же не отрицаю этого факт вы может быть и 20 лет практик я не 20 я три года вот в такой практике я три года все это мой опыт без еды я столько-то это мой опыт другого я вам не расскажу если резонирует ваш опыт то я с удовольствием его послушаю потому что можно идти в практику за кем-то бесконечно потому что еще раз говорю не бывает вы никогда не сможете пойти другим путем чужим путем не своим вы всегда будете идти бесконечно за своей морковкой ну вот если вы хотите это же все энергии все вокруг нас энергии если я хочу научиться быть отличным художником я найду супер-художник который самый известный в мире это будет так сказать объем энергия достигла может быть его уровня может выше если я хочу достигнуть в чем-то другом я ищу человека который вы там достиг уже то есть через него идет поток энергии там не знаю в том же время и в духовных практиках я хочу там в духовной сфере достигнуть я беру великого святого еду и говорю возьми меня научи меня и все прочее он тоже начинает мне передавать эту энергию я хочу научиться не видеть я прихожу к вам уже с плановым через вас это идет передайте но мне нужно понять насколько этот человек так сказать укрепился я не учу не едем я в коем случае вашему я только жизнь вашему опыту мировоззрения ощущение я могу помочь проработать голову именно те моменты которые с которыми сталкивалась я сама может быть поэтому многие видео мои и резонируют потому что я говорю самым обычным языком именно тех вещах которые происходят с каждым вторым без философии философской когда он начинает вот я есть то вот это вот но для меня это непонятно никогда было это что вы говорите что там если я захочу рисовать я пойду к художнику я с вами в этом вопросе тоже не согласна потому что вот у меня сын старший он просто рисует он никогда не брал ни у кого уроки он никогда не смотрел никаких роликов он просто сам рисует у него такие наработки уже можно вот я тоже какие наработки есть творцы что вы о чем-то говорите да 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 вот эти вылечить не да есть творцы через них уже идет эта энергия мы их ищем они может быть с рождения такими уже пошел я никогда в жизни не могла даже в школе поизона рисовать вот домик там облачка на чистых днях у меня просто открылись такие творческие я просто все хочу рисовать действительно такие картины для меня это вообще шок то есть красивые там нам море пара идет там то есть все так я рисую как будто бы это не я рисую космос там у меня все с космосом начала эти планеты рисовать там как космонавтик то есть все вот это откуда-то как будто я всю жизнь умела делать реально красиво потому что это все есть в нас конечно нам нужно распаковать это наши базовые настройки все что называют вот этот как говорят расскажите какие какое волшебство происходит на неедине какое волшебство происходит на неспании никакого не происходит просто идет распаковка ваших базовых способностей которые есть у нас уже априори а помнишь ты начала рассказываете как углубить пожалуйста вот состояние которое повышенной чувствительности и ты говоришь это наигрался как бы познал и закрываешь потому что это начинает мешать как это сделать я не было такое состояние что на пятом сухом по моему я разбили на кухне но мало соседей вот это вот но это трудно объяснить даже вот поделиться что такое бьется видать каленая фарфора на кухне у меня супруг с браком сидели падает эта тарелка мне такое ощущение что я знаю сколько сколков насколько залетелось а там двери двери это самое и он удивился что я узнала ну что он не такой где разбил я знаю он такой откуда ты знаешь у нас тут телевизор тут твоя дверь закрыта это неважно а на самом деле время а я знаю мне скажите мне немножко сколько сколько сколков вот прям разлетелось я не хочу не грузит это ну вот как от этого как от этого закрыты но во-первых чтобы утомляю я не могу это пропускать еще у меня был такой опыт сейчас расскажу у меня открылся нюх вот знаете я даже вот помню вот это вот трещину на асфальте где вот я иду я стала чувствовать запахи прям вот все которые я могу описать закрыть глаза потереть и листочек и допустим тополя и берегу уже можем отличить там и вот вот такие вот что он у меня памяти есть я все могу описать только но тут вот все смешалось нагретый асфальт солнцем там вот эти все многотраве деревья которые растут я вот и все его отдельно выделить но причем я улавливала не только все запахи ну и неприятные на такая чувствую контейнер с мусором я его не вижу мне нужно было дойти до конца дома и он еще между домами удален и я вот это все чувствую вот это два дня у меня продлилось люди пахнут которые гневаются у него как-то как-то запах и я настолько вот устала мне когда вот это прекратилось я я поняла что не могу еще проводить столько информации она ни к чему у меня фокус внимания в себя и вот он вниманием уходишь себя фокус внимания в себя да то есть ты у тебя фокус вот куда твой повел ты туда фокус внимания повела за ним куда его ислам повел фокус внимания пошел туда если ты чувствуешь что тебе тяжело сразу же фокус внимания внутрь себя то есть ты обстрадируешься даже если это не уйдет так ты не уйдет никуда когда ты его уже потом словишь можно никуда не уйдет где я там но я вообще везде но фокус внимания в себя это когда ты хотя бы нужно научиться внутрь себя и вот мне изначально помогала когда я начинала слышать и чувствовать когда у меня вот сердце я вот да я туда сначала потом мне нравилось какое-то время наблюдать и слышать как у меня кровь венок течет но когда они вообще слышали какой-то звук это не такое как по по трубам это иной и он настолько приятный и когда вы начинаете фокусе сначала начните фокусировать на себе а когда вы уже научитесь быть больше и сливаться с этим пространством тогда вы поймете что значит фокус внимания всегда тогда вы уже поймете как абстрагироваться от тех звуков которые постоянно звуки запахи мой опыт позволяет мне ориентироваться на ощущение внутри когда есть какая-то вибрация определенного качества все здесь вибрация гнева захлестывает если спросить человека где ты чувствуешь мне начинается может это там смысле да и потом сприняется на все тело можно другие вибрации чувства вот вы сейчас каких вибрациях бывает если или они меняются в течение они вибрации это получается это зависимости от плотности насколько мы делаем вокруг себя пространство плотным информационным то есть если мы сидим здесь и получаем какую-то информацию если одну и ту же то у нас плотность она увеличивается именно поэтому у нас вот эти информационные волны они иные и когда вот правильно люди говорят что вот например в группе там на ретритах на каких-то санксангах очень легко оставаться без еды оставаться вот там общая медитация вы конечно никому бы не посоветовала потому что общая медитация это в одном поле это мне кажется наверное как-то не очень хотя я не знаю не буду утверждать и у вас вы сами пространство наполняете плотностью и понятно что не придет я сейчас выйду на улицу я например пойду одна я буду ощущать иные вибрации иные вот этот информационную волну она везде есть их их не может не быть то есть для них нет преград но она будет иной есть внешние источники вибрации окружающая среда ощущается есть внутренние источники вибрации допустим сердечное родение волевой волевая ресурсность это на да это есть такое пока вы не переходите на иной уровень когда у вас уже вот именно вы в ваша энергия пока не растворится во всем потом у вас не будет внешне и внутренней энергии но пока она есть пока вы можете отлавливать эти состояния которые внутри вас это классно потом постепенно какой-то не надо бежать раньше по работе это каждый момент почувствовать начинали вы спроса физических ощущений до когда мысли в еду убегают все время задавайте себе вопрос попытайтесь найти кто хочет есть всегда себя попробуйте я вам не буду говорить какой результат вот попробуйте вот эту мысль отследить кто хочет есть и попробуйте найти того кто хочет есть просто как-то настроение да вот нет у человека он или наоборот хорошее настроение он идет поездка но потому что у нас эмоциональный фон вот гормональный фон он единый на нем нет плюсы и минусы плюсы минус это мы уже придумали связи с нашими социальными устоями связи с нашим воспитанием с нашими какими-то территориальными привязками это мы уже навешали этот ярлычки а по факту просто даже наше тело нужно не знаю там хорошо или плохо она просто дает вот этот выброс и у меня например так получилось что я начала ощущать себя у меня вообще питание как бы один раз в сутки зелень в основном вот и я поняла что во мне меня очень много разных например я как художник я поняла что он тоже у меня а я художник тоже голодаю и когда я путала что я хочу есть оказывает и еда например я даже поем она не комфортно становится и на место всеми удовлетворенные наши да и вообще не приносит на мне удовлетворенность не энергию и когда но когда я пошла немножко другим путем думать дай-ка я нарисую что-то и потом когда я раз что-то сотворила там поделилась этим получилось столько еды там лайков родственники там залива как молодец я боялась этим насытилась я довольна и так я еще хочу раз опять что ты такое создала опять получила вот эту вот энергию да вот это вот милая давашка какую-то частичку масса такое что-то больше я понимаю что я удовлетворена и это мне вообще не надо его то есть да действительно тут действительно либо кто хочет есть либо вот психологически которая хочет получить или так которая хочет дать и вот я сейчас предпочтение больше отдаю той себе то есть той которая хочет отдать в мир а потом насытиться это приятнее потому что знаешь только ты отдаешь ты чем-то новым потом восполнишь а когда ты хочешь что-то получить получать получать от еды мне кажется мы хотим просто улучшать получать что-то такое и когда мы вот это вот ее поглощаем поглощаем я понимаю что она это бесконечно происходит потому что поглощение напрямую да она не питает сколько бы не сложил эмоция перед тем как поглощение нас насыщает а потом когда мы едим уже мы не получаем а когда что-то отдал и сразу напитался вот точно так слава какие варианты ответы на вопрос кто хочет есть пробуйте в себе найти кто хочет есть найдете я просто не понимаю вы как какие варианты вы не найдете у вас никто не хочет есть а зачем человеку нет вообще же как она же вся система она идет ну как вот смотрите я например катаюсь на велосипеде я катаюсь в том климате где когда чуть-чуть стемнеет идет влажность ну как стемнеет вечер не стемнеет еще солнце идет влажность и уже нет этого палящего солнца и когда ты едешь на велосипеде мошкары просто куча в этом климате и она за залетает в тоже и в рот и в нос и везде то есть если сюда могу одеть очки то сюда как бы ну мне неудобно там с каким-то намордником я люблю таким воздухом дышать и я у меня знаете сколько мошкары через меня проходит когда вы например плаваете но вот бывает такое что вот вы выхлебнули в воду куда она пойдет нас если не было бы вот этого же коты нас вопрос наверно года через два вопроса вот смотрите когда вы не как-то переработка информации да у нас вообще живот это тот в чем где концентрируется наша вообще жизненная энергия там где стоит наше реактор потому что когда мы вообще появились появились начали вообще сформироваться на этот свет у нас была здесь пуповина и мы отсюда начали формировать здесь у нас жизнь не еда и вот здесь как раз вся вот это и чем больше мы чем больше чем дольше мы ее не наполняем не тем что нужно тем больше вы начинаете чувствовать прям вибрацию здесь у вас будет прям вибрацию по-иному сначала когда у меня первый раз появилась вибрация никто никогда об этом не говорил я ни от кого не слышала я думала ну все у меня какие-то спазмы начались ну да голодалась они не болезненные они именно что тебя вот такой знаете бывает когда дети только засыпают и вы с ней так вот с кровати падает и вот такое состояние и вот она прям вот эти вот бабочки внутри вот она как будто тебя поднимает ты понимаешь что вроде бы какие-то спазмы начинаются но от них так хорошо и вот я сидела когда мне этот началось еще сначала таких от минимальных такая в минимальной вибрации и тогда села на стул я боялась пошевелиться я не понимал что происходит но я очень хотела в этом разобраться я думаю что если я щас пошевелюсь то это все куда-то исчезнет и я тогда уже этого состояния не поймаю я так просидела часа два пока у меня ребенок не вообще не прошел не пришел со школы ты чё вам сидишь подожди подожди он мне как бы привыкли что у них мама как бы так немножко поэтому нормально но вот это то же самое что много же версии для чего нам зубы да и многие говорят не для того чтобы жевать и я смотрела такую информацию я думаю что она тоже имеет место быть это когда еще там давным давно я не знаю какие там какие столетия это были что человек вообще зубами это же наши нервные окончания зубы что вообще человек зубами измерял температуру то есть насколько вообще холодно насколько все это не было очень чувствительная мальта не как сейчас мы просто на зубы а браслеты эмали потому что мы всяко все перевод пережевываем изначально она была тоненькая вот этот эмаль и третья смена зубов у людей появлялась в это как нормально вот и сначала молочные зубы молочные зубы это почему они вот такие вот маленькие когда человек только начинает разговаривать ему вот эти маленькие зубки помогают произносить более или менее правильные звуки потом идет вторая смена зубов они уже крупные становится это когда мы полно у нас полную меру работает речь чтобы нам правильно были звуки другие более плотные были более звонки третья смена зубов зубки маленькие опять это когда уже человек переходит на иной уровень общения не словами а телепатически когда уже зубы нужны для того что если кто-то не понял то сказать уже не общаться вот так вот потом пока я думаю что этого не будет нет без желчного животных желудок ушивают тоже живот без всего люди научаются жить и люди без глаз видят причем есть такие даже школы и техники что слепых людей обучают и они видят намного лучше чем зрячие потому что видим мы не глазами свет у меня такой вопрос своей точки зрения возможно переход переход на неедение без осознанной проработки психики только через физику я думаю что нет я я по себе пыталась через физику зайти когда я не понимала что это такое я просто понимала что мне физически даже дышать легко что мне физически хорошо это делать я пыталась через физику зайти но потом меня все равно выбрасывал через голову выбрасывал обратно а еще скажи по поводу вот питания как ты считаешь вот на чистые заходить с любого питания можно и сыроедение и лично сделать чистки травы как твоё видение ну я бы я бы рекомендовала с зеленых коктейлей сыроедение даже самого легкого когда мы кушаем какие-то кусочки то у нас и включается просто физиологический процесс через какое-то время у нас опять мы хотим кушать запускается весь пищеварительный тракт и нам хочется кушать и голова у нас будет тяжело по голове нам будет тяжело идти если мы заходим соков то соки это сахара глюкоза все что дает на поджелудочную железу поджелудочная железа это наши гормоны и тоже нам через какое-то время нас после соков как правило выстегивает то же самое голова потому что гормональный фон начинает прыгать если страх мы выходим какие-то травяные чаи то организм это воспринимаешь как с голода на голод выходим и тоже достаточно тяжело а если мы идем с зеленых коктейлей это могут быть овощные это могут быть любые хоть что фрукты фрукты овощи но я бы рекомендовала чтобы они были именно зеленые потому что пока наш организм не умеет сам себе вырабатывать микроэлементы какие-то для полноценной жизнедеятельности все равно ему нужно помочь на первых стадиях и в зелени как раз очень много вот этих микроэлементов но в зелени если мы посмотрим под микроскопом то как раз вот эти вот все так простым языком будем вот эти вот витамины они скоплены вот эти маленькие пузыречки в межклеточном пространстве зелени и чтобы их оттуда достать нужно либо как корову очень очень долго жевать почему хищники когда первым делом убивают свою жертву они достают именно вот это вот пережеванное сено и едят его потому что хищники переживать так не могут из-за глыков и человеку чтобы достать оттуда либо нужно очень очень долго жевать чтобы как раз вот эти вот как бы так скажем шарики лопнули у нас все за что либо в блендер когда его просто разматывает очень хорошо в коктейле до уровня наверное йогурта что были либо овощи либо фрукты зелень и немножко воды но столько воды чтобы было уровень йогурта и когда мы вот этот коктейль кушаем или пьем не знаю как сказать у нас не запускается пищеварительный тракт мы получаем какую-то свою дозу витамина более или менее привычную для нашего организма чтобы не вводить его в стресс и мы выходим в дни неедения сытыми потому что коктейли дают сытость ну плюс-минус и конечно если кто-то привык там мясо есть то для него будет тяжеловато но тем не менее так и нам более комфортно будет идти можно такого вопроса не стоит на воле идти вот заходишь в ней чувствуешь что не пускает откатываешься или нужно этот предел какой-то прорваться смотря сколько мне кажется все индивидуально но тут нужно понимать бывают такие моменты когда вот это как правило от 4 до 7 дня вот какой-то в этот период есть такое состояние когда ты например утром просыпаешься и чувствуешь что ты не ногу не руку поднять не можете атака с вялость вот у меня доходя до того что я второй рукой поднимала эту руку чтобы открыть вообще дверь у машины потому что я была вообще как как тряпочка нет ни в каждый потом она уходит и когда ты состояние наступает причем она наступает не просто вялость а у тебя наступает состояние только ты думаешь зачем мне это надо вот все серо я вот без еды вот все серо вот она ничего не радует еще если я и еду беру который меня рад зачем вообще тогда живу нет я вот эти вот редко и мало вот ну вот идет всякие мысли начинают посещать вот этот день наступил вот его нужно перетерпеть потому что на следующий день после вот этого дня когда тебя просто вообще упадок настолько и физически и психологически то если вы перетерпите на следующий день вообще не поймете откуда во столько энергии пошло у вас такая радость вы готовы всех обнять и вас такого и это как раз первый крючок автономии которым показать да бывает так но на следующий день вы будете просто в состоянии обычного голодающего то есть это будет буквально один день и вот на следующий день когда у вас будет уже более-менее ровный ум тогда вы уже думаете выходить вам или нет но вот этот момент когда наступит его лучше вот единственный день перетерпеть он бывает один раз вот такой день вот потом они бывают разные состояния но вот такой вот прям упаднический он именно в первые дни все хорошо все и не год два три шесть ну смотри ты же начинаешь ты же себя начинаешь познавать с разных сторон ты начинаешь мир видеть с разных сторон но ты же никуда не уехал и ты понимаешь что окружающим тяжелее тебя воспринимать и ты понимаешь то есть у тебя нет такого вот ну тупые конечно такого нет но ты понимаешь что неинтересно вот как-то вот тебе хочется побольше побыть тогда одному либо куда-то уехать вот уже другие ощущения другие состояния и понимаешь либо ты тогда меняешь полностью свой образ жизни и идешь дальше в этот опыт либо ты его приостанавливаешь и выходишь на какой-то легкую еду но может быть на какое-то время может быть и потом опять зайдешь то что если ты один раз зашел вот на очень длительные сроки то ты следующий раз на них слегка зайдешь по новой ты как бы приостанавливаешь этот процесс когда ты понимаешь что что-то нужно менять прям кардинально потому что после года после двух особенно после четырех мне кажется это там иные процессы уже идут но и восприятие и с этим тоже нужно работать капли ты человек не ест четыре года что ли как просто воду пьет почему воду не воду не пьет а что и воды не пьет четыре года вообще в рот ничего не платит у меня уже женщина шесть лет я его не могу же сюда при вот даже смотри нет и машина очень известного четыре года не ел не пил и он просто он объясняет тем что он вернулся на сыроедение сейчас потому что все он начал не интересно стало здесь и он объясняет это тем что у него тут есть задачи людей должен за собой вести и пока поэтому приходится есть чтобы оставаться здесь ну вот из теории теории абсолютно верю на сухом голодании был но там потеря веса реально там килограмм 10 ушло ну просто как бы ну я не знаю там потом баба воды то все равно нужно организм если вам кажется что нужно живите пока в этих состояниях что нужно потому что если даже я кого-то приведу а вы не были в этом состоянии то вы никогда ему не поверить от вам он покажет справку я пять лет не я скажу справка поддельная он скажет я врача сейчас приведу врач купленный пока ты сам эти состояния не ощутишь ты не сможешь их принять и поверить уже от воды или там от жидкости даже воду я вообще уже более три с половиной года вообще не употребляю воду как таковую а вот во фруктах да из фруктов то что я беру так я оттекаю то есть и чем меньше наоборот жидкость употребляете меньше что нужно сделать рекомендации перед тем как не едине и если ты зашел прибываешь начал сильно худеть все таки нужно ждать импульса желание поесть или как-то осознанно остановить эту потерю веса выйти там что-то сделать и потом снова заходить пока вес ненормализуется но все что связано с телом с весом мы должны понимать что все что у нас было вот за эти года вся информация у нас скапливается во вся вся снаружи то есть наш вес это наша информация когда мы начинаем сыроедеть когда мы начинаем выходить сухие дни у нас идет обнуление той информации которая нам больше не нужна и у нас идет потеря веса и она достаточно сильно идет и тут нужно просто на своем физическом ощущении понимать какая для тебя критическая потеря веса и когда ты понимаешь что ты больше не готов терять тебе нужно тогда выйти и как-то немножечко восполниться вот именно жировой какой-то прослойкой чтобы потом снова зайти потому что иначе у тебя будет физику все равно никуда не уберешь потому что потеря веса это именно идет психологический сброс информации тебе все равно нужно будет прорабатывать голову и только когда но вот у меня так было пока я входила выходила входила выходила я говорю что я очень сильно теряла в весе у меня я была прям очень очень позади вообще спонтанно по наитию да ну как по наитию когда дышать не могла тогда и заходила сегодня я поела завтра через час я уже не могу не есть не дышать да у меня вот так вот до каких-то чисток требуется я я не любитель чисток потому что я как я чувствую свой организм мне кажется что его и так когда ты вот пока еще в голодание заходишь это уже стресс для организма а если ты еще него начинаешь чистить то это еще двойной стресс для организма но если кто-то хочет почиститься то есть разные много методик но если кому-то психологически кто-то чувствует физически пожалуйста это его выбор просто я здесь ничего порекомендовать не могу нет когда ты выходишь на чисто если даже ты покушал да то дня через три-четыре на сухих днях у тебя потом прочищается он сам собой в одно например у людей старше семидесяти лет вот кто со мной идет у людей старше семидесяти лет это как-то на 9 день идет выходит и организм все равно это все выталкивает постепенно все выталкивает принципе все что необходимо это заходить сухие дни доходили какого-то предела для тебя комфортного потом выходить нормализовываться успокаиваться прорабатывать сознание да что там требовали и снова заберите и вот так пробил все дальше 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 больше 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 по мере накопления опыта да но есть такие люди которые вот сразу заходят но я правда не видела таких людей которые зашли сразу же на длительный срок и и зашли я за два дня максимум заходил я так это распирала что страшно себя странно вес при этом у меня уже один тоже лет 15 это мне важно ем я не ем 5 килограмм раз двигался хорошо потому что у меня уже многие ребята у нас есть бесплатный час в телеграме они там делятся своим опытом и уже у нас многие ребята пишут отписываются что с проработкой головы у них останавливается стабилизируется вес и раньше очень сильно падал то у многих сейчас уже стабилизировался у меня другая проблема с весом вроде в порядке а вот психика она у всех это не психика она же нас первое видео не это конечно да безусловно прорабатывать учатся с собой изначально начать с собой разговаривать кто хочет есть как хочет есть почему какие-то эмоции когда ты вышел из еды какие что ты хотела этим получить какие эмоции какие чувствования но только голову отключать и все на уровне чувствованию лучше записывать лучше записывать да потому что у тебя будут ты через месяц например перечитаешь свои записи ты вообще уже снежно скажет я писала а если ты будешь записывать свои мысли без еды какие у тебя есть а потом выйдешь и на еде и их перечитаешь это будет два разных человека ты вообще удивишься я до сих пор очень много пишу у меня вообще все записано первых днях вперед период выхода то есть когда ты сначала не ешь не ешь у тебя как будто вот это пружинка тын-тын-тын-тын сжимается ты поел на петчук и ты выходишь и первый особенно день через там несколько часов ближе к вечеру у тебя какие-то inside начинают приходить особенно вспоминать ничего не надо как вы в старом балон старое болото вы не украсите розочками а но все равно будет болотом лучше ощущать те состояния которые у вас на данный момент сейчас когда вы поймете что с вами происходит сейчас в данный момент что вы хотите сейчас то когда завтра наступит сейчас вы будете четко понимать что у вас наступило уже что чтобы вы хотели сделать если вы будете там несколько лет назад вот эти старые обиды поднимать все что-то никогда их не проработаете потому что каждый свой день ваше прошлое всегда меняется каким вы были тогда и каким вы вспоминали то прошлое вот тогда оно было таким сейчас на данный момент когда вы вспоминаете свое прошлое она уже другое она не может быть таким какое оно было на самом деле она сейчас есть через призму вашего понимания который вы сейчас именно поэтому можем сказать что прошлое вообще не существует потому что вы другой а которая там было истина прошлого никогда и вы не сможете уже интерпретировать и перенести на сейчас что такое карма в твоем представлении существует ли она вообще в принципе нет это человек сам себе придумал как бы человеку нужно всегда вы что-то верить у нас поэтому с раннего детства вот нам я очень верующий человек но я не религиозный одно нам очень вот эти вот настолько вот на вот идет амулеты обереги вот этих вот всяких духовных практиков учителей богов святых видите же как люди за это цепляются и как только ты начинаешь у них забирать их вот этот какой-то их идеал они тебя загрызть готовы не потому что этого не существует и не потому что ты плохой а потому что они останутся с ни с чем они останутся сами с собой это самое сложное поэтому нас люди очень за это держатся они строят себя из этих концепций но это же да это же проще уже все же написаны ведь не просто так вот дама которая она же очень хорошая вещь скануга то все же уже написаны зачем ей искать в себе что-то неизведанное когда все написано это действительно так и так живут многие части правду не свою слов да и в этом смысле если какие-то монашеские практики есть и они поэтом вот когда ты и почему я даю свой опыт рассказываю потому что когда человек чтобы понял что с ним это происходит но например для себя он не мог себе рассказать то он подумает о да со мной это происходит а действительно же это так это же все на поверхности лежит но когда ты понимаешь вот самое страшное когда мы начинаем идти вот как чьим-то путем не своим а чем-то мы же себя теряем и вы тогда как бы он не описал этот опыт мы в себе его никогда не увидим потому что мы его прочувствовать не сможем а когда мы идем своим путем но ориентируемся просто на чужой опыт например ориентируемся слушаем видим что другие скажем то тогда в этом случае мы можем поймать то ощущение про которое которое есть в нас и нам срезонирует в ком-то другом и тогда мы можем эти два как как с пазла не совмещаются да 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 это краснодарский край рядом с краснодаром кодек здорово было бы но пока не могу ничего сказать